Я не знаю, кто-нибудь видел Касоветис это? Не живого, я имею ввиду, а в кино хотя бы. Нет? Никто не видел. Ну, смотрите, собственно, разговор не совсем о нем будет, ну, то есть о нем, естественно, но мне хотелось бы вообще немножко проговорить, что такое авторское кино, но к этому надо подойти. То есть, ну, знаете, есть в искусстве фигуры и фигуры, особенно в кино. Когда выяснилось, что кино – это массовое искусство, не сразу стало понятно, что это массовое искусство. Сначала была иллюзия, что можно делать кино и зарабатывать деньги, то есть это был балаган. Потом как-то все стало специализироваться, там Гриффит и все остальное, и стали понимать, что можно делать кино как искусство. И доделались до того, что, в общем, зрителям вообще не предполагалось никакого уже. И кто-то делал для себя и для своего маленького круга, не шире своей квартиры, кто-то делал. Но потом самые мудрые с точки зрения кино поняли, что кино – искусство массовое, и если не учитывать эту массовость, оно не работает. То есть массовость – это элемент языка кино. Это не значит, что не может быть какого-то элитарного кино, оно есть и продолжает существовать активно. Но как только поняли, что массовость – это очень важный элемент, ведь это поняли не только самые глупые, это поняли и те, кто обладает какими-то мыслительными способностями. И те, кто обладает этими мыслительными способностями, они стали это использовать. И вот тогда в американском кино родилось то, что называется «Новый Голливуд», про что я буду рассказывать, я не знаю, когда в феврале, по-моему. И тем не менее, человек, которого зовут Джон Касаветис, он считается первым, кто имеет отношение к созданию вот этого понятия «Новый Голливуд». «Новый Голливуд» – это никакое не движение, не объединялось, на сарае табличку не вешали «Новый Голливуд». Значит, это некая психология и направление, и исторический период в американском и мировом кино. Но Касаветис начал работать раньше, чем, например, одной из лиц «Нового Голливуда», там Мартин Скорсезе, например. И не столько потому, что он начал работать раньше, а столько из-за качественного состояния того, с чем он работал, он считается предтечей, во-первых, «Нового Голливуда». Во-вторых, я сказал, что есть фигуры и фигуры в мировом кино, есть фигуры, которые влияют впрямую. Вот, например, все деятели, режиссеры «Нового Голливуда», они все долгожители какие-то, все живы-здоровы и снимают. Ну, там, условно говоря, Скорсезе, Коппола, Брайан де Пальма и там по списку дальше. Ну, за редким исключением. Вот я в следующий раз буду рассказывать 27-го числа про это исключение, про Холл Эшби. Ну, так вот. Да, и чем отличаются эти деятели «Нового Голливуда»? Вот они работают, у них там в фильмографии, там у Скорсезе, я уже не знаю сколько, 50 фильмов, наверное. И они влияют впрямую на кинематограф и на зрителя. То есть их постоянно смотрят, пересматривают, показывают, о них говорят, пишут на массовом уровне, не только на уровне науки. То есть рецепция постоянно обновляется, обновляется, обновляется. Такое прямое влияние. Коппола повлиял на человека по фамилии А или на человека по фамилии Б. И комьюнити как-то общается, и дальше это влияние, то есть волна передается впрямую. А есть фигуры, которые, ну, практически неизвестны. Вот я спросил, кто-нибудь смотрел «Касоветец?» Вы почему-то не смотрели. Я, например, расстроен, что вы не смотрели. А тем не менее, если начать там рыться в интернете, и станет очень быстро понятно, что это одна из самых влиятельных фигур американского кинематографа. А если вообще отвечать на тупой вопрос, ну, такой тоже американский, предположим, тупой вопрос. А кто вот самый главный режиссер американский? Вот по мне это «Касоветец». Вот не поверите. Кто больше всего сделал для, с точки зрения киноязыка, для американского кино? Ну, глупый вопрос. Ну, многие, американское кино огромное. Это такое пространство, космос. Вот. И тем не менее, вот я бы, если надо было выбирать одного, я бы выбрал Джона Касоветиса. Но при этом, впрямую, его очень мало кто знает, ретроспективы редки. В Москве, значит, на русском языке существует только одна книжечка. Вот она в позапрошлом году журнал «Сеанс» запустил серию. Вот она есть. Такой наборник маленьких статей на тему «Касоветиса». Очень короткая. А в мире, ну, вот полно. Вот главная биография лучшим издательством, который книжки о кино издает. Фабер энд Фабер. Издана Рея Карни. «Касоветиса, косоветис». Там вот кембриджская книжка, вот книжка Кувареса про какие-то нюансы театральных особенностей деятельности «Касоветиса». Вот издана главная компания, которая делает коллекцию классики, выпускает ее на DVD, на Blu-ray, цифрует, реставрирует, делает дополнительные материалы. «Criterion Collection». Вот они выпустили коробку не так давно. Ну, там, давно, но сравнительно недавно. И, в принципе, и в России вышло там пять-шесть фильмов «Касоветиса», вы можете найти с русскими титрами. Но впрямую так, это не фамилия, которая на слуху. Может быть, она на слуху как фамилия, поскольку необычная, а не на слуху по сути, по материалу. Что за режиссер, чего снимает. Ну, связано это частично с тем, что, конечно, его нет, он умер. Но не в этом проблема. Проблема в том, что он был другой. Если вы начнете рыться, проводить какое-то свое минимальное исследование в интернете, вы чаще всего будете наталкиваться на фразу, что Джон Касоветис, ну, так, обобщенная фраза «отец американского независимого кино». И тут сразу возникает вопрос, что такое независимое кино, кого туда можно затянуть в этот бесконечный список. И потом встает, если разобраться, встает вопрос, а вообще Касоветис действительно имеет отношение к тому слову «отец» или там «создатель», «пионер независимого кино». И тут есть нюансы, значит, ну, есть массовое кино, понятно, да. Есть в сороковые годы, когда закончилась война, Америка пришла в Европу. Ну, я имею в виду ограниченный контингент довольно большой. Началась коммуникация, потом после войны появились фестивали уже, они стали плодиться. И международная коммуникация в области кино тоже расширилась, появилась необходимость показывать какое-то кино европейское, и не только европейское, но и японское, например, в Америке. А это негде было делать. И фестивалей тогда еще не было таких. И музеев кино тогда еще тоже не было. И выяснилось, что нужны какие-то места. Вот создалась там-сям в разных городах, начиная с Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, сеть арт-хаусных кинотеатров. Нет, здесь арт-хаус, потому что все, что там показывали, проходило в категории арт. Не только потому, что это было какое-то фестивальное кино, но потому что это кино требовало еще вникания, потому что большая часть фильмов была не на английском языке, то есть шло с титрами. К титрам не все привыкали и даже не все вообще любили это читать. И не так уж все грамотно Америка была на уровне сороковых, прямо в таком супермассовом ключе. Поэтому это называлось арт. То есть арт это условно. И вот, тем не менее, стало возникать какое-то мало-мальски артистическое кино на волне коммуникаций Европы, Японии и Америки. И появились ограничения. То есть возникновение такого кино, неформатного, уперлось в ограничения. Ну, то есть как человек растет, растет и вдруг понимает, что он не может дальше, потолок ему мешает. Вот приблизительно в такой потолок уперлось американское кино. Оно уперлось в то, что исторически так сложилось, что в Америке создалась система. Студийная система, прежде всего. То есть то, что называется главные студии или мейджор студии. Там их на тот момент было восемь. И эти студии, они работали, естественно, с массовым зрителем, поскольку эти студии вкладывали деньги в кино. И, соответственно, они должны были иметь прибыль. А если ты хочешь иметь прибыль, ты должен себя чем-то гарантировать. А чем ты себя можешь гарантировать? А ты можешь гарантировать себя тем, что ты по проверенным лекалам, поддержанным кассой, сборами, можешь форматировать кино. Система жанров и система такого голливудского мейджорного продюсерского взгляда, когда он точно знает, что можно, что нельзя. Ну, в том числе, эта система, это форматирование жесткое наложило отпечаток и на актерскую игру, например. При том, что американская актерская школа, очевидно, сильная, да, она, тем не менее, очень форматная. Она работает в рамках определенной традиции. Эксперимент в ней, это большое исключение. Система звезд никак не предполагает эксперимента. Или ты эксперимент, или ты звезда. Тут надо выбирать. И, как вы понимаете, большая часть выбирает поток, форматирование, систему звезд. И, соответственно, эксперимент уходит на второй план. Тем не менее, такое кино появлялось, но поскольку формат студий не давал возможности такому кино существовать, распространяться, то есть оставался на уровне комнаты, тогда возник вот этот трансгрессивный нью-йоркский, например, авангард, андеграунд. И, ну, реально, у него зрителей было 20-30 человек. Даже у самых культовых и сейчас знаменитых режиссеров охват аудитории был микроскопический. И они, в общем, на другое не рассчитывали. Но, тем не менее, появлялись люди, которые имели какие-то другие амбиции. Когда говорят, что Джон Касаветис отец того, что называется независимая, под независимым подразумевают, конечно, независимое от Голливуда, от студий, от форматирования большими деньгами. И, соответственно, подгонянием под некий канон сложившийся. То есть, традиционно признаваемый набор правил, писанных, не писанных, неважно. Поэтому, конечно, были исключения. В частности, был такой австрийский режиссер Отто Премингер, который эмигрировал, ушел от войны в Америку. И в Америке он, поскольку он европеец, он как бы сбежал от очень жесткого формата нацистской Германии, он начал искать свой путь режиссуры. И как раз его путь был в поиске независимых денег. И если кого-то и называть отцом независимого кино, то, конечно, Отто Премингер, который начал снимать гораздо раньше, советиться на полтора десятилетия в Америке, я имею в виду даже. Поэтому слова про то, что Джон Касаветис, который вы легко найдете в интернете, и кучу книг с названием, там, «Джон Касаветис, отец независимого кино», или «Джон Касаветис, американское независимое кино», и так далее, ну, эти слова, в общем, не совсем правильные. Но надо понять тогда, в чем отличие. Потому что независимое или «индепендент» кино, или «инди-кино», «ай-кино», еще называется «инди-хаус», хаус независимого кино, значит, это такое сложившееся понятие, и оно сложилось именно в Соединенных Штатах, потому что имелось в виду независимость именно там, независимость от студий. Но Европа-то в это время не спала, она и системы студий там никакой не было, то есть там как бы все кино независимое, да? Там тоже есть понятие независимого кино, и оно прежде всего предполагало независимость от коммерческих продюсеров. То есть студийной системы не было, но продюсеры, которые работали в американском, в таком ключе, вкладывали деньги, находили эти средства, вкладывали средства и форматировали будущий продукт, чтобы он гарантированно вернул средства, были. И такое кино называлось независимым. Но, в смысле, и кино, которое с этим боролось, по-своему, называлось независимым. Но в Европе есть отличия. В Европе такое кино принято называть авторским. Европа просто потому, что она такая сегментированная при всем единстве на страны, на культуры, на языковые зоны, она предполагала, что разница между какими-то виртуальными границами, границами сознания, естественно, будет более дифференцирована, чем в Соединенных Штатах, где, в общем, все делится на студии и независимых. Такие два большие куска пирога. В Европе было не так, но тем не менее, те, кого мы называем независимыми, а такое слово тоже применяется часто к европейским режиссерам, ни к кино, ни к направлениям, а просто пишут независимый французский режиссер. И независимый имеет в виду его независимый дух и много чего, имеющего отношение к независимости. Но по факту, то, что в Америке называется независимым кино, в Европе начало складываться раньше, конечно, чуть-чуть, в середине 50-х годов, оно называлось авторским кино. Авторское кино, и, собственно, вот тут на пересечении двух этих понятий, независимое кино, к которому якобы имеет отношение, как отец, косоветис, и авторское кино европейское, пересекаются и вот рождают такой феномен косоветиса, который, естественно, имеет отношение непосредственное к независимому американскому кино. Он свои деньги на съемки собирал, значит, там-сям, не у студий. Но, если уточнять, то косоветис отличается тем, что он, собственно, первый представитель американского авторского кино. И этот кусок его авторства, он, при том, что он не так много сделал фильмов, и рано умер, был алкоголиком, от цирроза печени умер в 89-м году в «Страшных муках» в Лос-Анджелесе. Значит, он, собственно, первый режиссер американского авторского кино. Если что-то он и родил, то с своей позицией он родил авторское кино. А что такое авторское кино, я вернусь, рассказав немножко о косоветисе. Значит, почему такая фамилия? Фамилия, видите, раз так, и запоминается, даже если не видели, на слуху. Значит, ну, понятно, что это греческая фамилия, его родители познакомились в Лос-Анджелесе, они были у Бакрека по происхождению, и они сразу родили косоветиса и уехали буквально через несколько месяцев в Грецию. И он вернулся в Америку только, когда ему было 8 лет. И феномен, в том числе, будущего авторского и независимого кино под маркой Джон Касаветис, в том, что в 8 лет, вернувшись в Америку, он не говорил по-английски совершенно, ни одного слова. И сразу это задает, ну, помимо греческих каких-то южных кровей и темперамента особого, он вот этим своим незнанием английского языка сразу задает первый авторский элемент, из которого родилось его кино и чувство Касаветиса, так называемое Касаветис-фил. Почему? А потому что, ну, не мог он полагаться на язык. Ну, понятно, что он не 8 лет начал снимать кино, но на язык он полагаться не мог. Язык не мог быть основным инструментом в будущем базисе авторского кино Касаветиса. Вот. Помимо этого, он был очень маленького роста. Это тоже была проблема, и она тоже, как ни странно, является элементом его авторского кино. Вообще, авторское кино, а там присутствует автор. Автор, он не равен телу режиссера. Но тело режиссера — это тоже автор. Соответственно, часть авторства состоит из тела режиссера. Если режиссер маленького роста, то есть у него маленькое тело, это имеет отношение к его авторству, и вы можете это найти в его авторстве. И у Касаветиса вы это найдете. Это просто базовый кирпич того, что с ним произошло. А что с ним произошло? Он накончил очень авторитетную американскую академию, нью-йоркскую академию драматического искусства, актерскую, и он был актер маленького роста. Ну, что с таким актером обычно бывает? Ну, не востребован в американском кино. Во-первых, американцы все-таки довольно крупные люди. Во-вторых, актеров все-таки ищут по фактуре, по виду, а тут какой-то маленький человек, чернявенький, приходит. В общем, он работал на подхвате бесконечное количество времени, в том числе у крупных режиссеров и в театре, и в кино 28-м подающим не попадал на экран, если только экстрас, то есть массовка, до... Ну, то есть в 50-й, 52-й год суммарно его годовой заработок был 200 долларов. Немного, да? Не развернешься. Соответственно, ему нужна была работа до момента, когда он сыграл какого-то... Ну, черной, черные волосы, такой тип. Америка же любит обобщать, то есть это и грек, и турок, и мексиканец, все сразу. Соответственно, попал он в некий сериальчик, который назывался «Пасадобль» в 54-м году, и сыграл он там мексиканского Тореадора. И как-то с этого момента актерская карьера пошла. и за актерскую карьеру свою он сыграл ну, порядка 80-ти, представьте, да, ролей очень быстро, только в 50-е и в 60-е годы. Ну, то есть, что это было? Это была поденщина телевизионная. Где-то там в эпизоде, где-то роль, где-то, ну, чепуховая роль, где-то еще одна... Не обязательно. Ну, я же говорю, Тореадора он сыграл в главной роли. Когда он родился? Он родился в 29-м году. Ну, так вот, в 54-м году он не просто чуть-чуть карьера задалась, актерская. Он женился на актрисе, на молодой, на молоденькой Джинни Роулинс. И она начала сразу рожать ему детей. Каждый год хотела уходить из кинематографа. И он каждый год ей говорил, что он разведется, если она уйдет. И вот они прожили всю жизнь вместе. И, собственно, она стала еще одним основным элементом его авторского кинематографа. В основных фильмах 70-х годов она везде играет главные роли. И ее фактура необычная, абсолютно необычная. Она очень крупного роста, в отличие от него, между прочим. Она до сих пор жива и снимается. И сыграла ключевую роль в его кинематографе своей не только фактурой, а именно манеры игры, которая, естественно, родилась в коммуникации с Касаветисом. Так вот, он пытался продолжать свое образование и актерское, и режиссерское. И пошел в студию, ну, он грек по происхождению, пошел в студию Ли Страсберга и Эля Казана. Эля Казан тоже грек. Но не попал, не прошел каким-то образом. Причем он довольно принципиальный человек был. То есть иногда, когда он записывался в какие-то массовки, секретари просили, поскольку фамилия какая-то корявая, изменить на короткий псевдоним. Так было принято у молодых актеров, чтобы быстро запоминаться, отбираться во все массовки и как-то на слуху быть. Но он не согласился. Он сказал, пускай запоминают. И остался со своей фамилией. И не попал к Страсбергу по каким-то причинам. Я уж не знаю, не прошел экзамен, не хватило денег, не попал. И парадоксальное мышление, удивительным образом, он создал свою студию актерскую. И стал читать бесплатные лекции для студентов. То есть он делился своим опытом. И это следующий элемент его авторства, потому что это необычно, потому что вряд ли у него уже был такой, при том, что он много снимался, но во всякой чепухе, вряд ли уже был такой огромный опыт, который мог доминировать, учительский опыт для актера. Нет, этот опыт рождался в том числе в коммуникации. Приходили начинающие актеры, перед ним сидел Касоветис и его партнер, мне неведомый. И они вдвоем читали эти бесплатные лекции, и собственно мастерство у актера рождалось где-то in between, то есть между, в коммуникации. И это было очень важно. Импровизация и вот это вот рождение здесь и сейчас, это один из важнейших элементов его эстетики. Как-то будучи на радио, ну он все-таки был актер, его приглашали куда-то поговорить, и в неком вечернем шоу по радио он сымпровизировал и сказал, что он снимался у такого известного крупного режиссера Мартина Рита в фильме «Городская окраина» 56-й или 57-й год, да, и он там сымпровизировал, сказал по радио, что это настоящее кино. А он часто так вот импровизировал, а потом как-то подтверждал свою импровизацию, родившуюся вот «Just like that», подтверждал ее на практике. Так вот, он сказал, что настоящее кино может родиться только если люди в него вложатся. И сказал, что, знаете, вот если вы слушаете меня, я вам интересен, присылайте деньги, и я сниму кино. Не было ни идей, ни о чем, ничего. И вдруг начали присылать деньги, передача как-то прозвучала, две с половиной тысячи долларов пришло, и он понял, что надо подтверждать свои слова, и начал снимать кино. Первый фильм назывался «Тени». Он состоял... Титр в конце фильма говорил о том, что все, что вы увидели на экране, результат импровизации. Это была правда, но если вы возьмете, вот здесь есть этот фильм, «Тени», 59-й год, и вы этого не увидите. То есть надпись осталась, а вот этой импровизации вы почти не увидите. Почему так произошло? Ну, что тогда... Как это снималось на две с половиной тысячи долларов? Ну, это 16-миллиметровая камера, то есть спасло то, что в 50-е появились эти легкие камеры заводные, которые заводились, механические, потом на аккумуляторах уже. Так вот, появилась эта легкая камера, на 16-миллиметров можно было снимать, и они снимали. И что с ним... Кого они снимали? Он не мог нанять актеров, он снимал своих студентов, он попросил их импровизировать, его лучший учитель, которого он запомнил. Джиллингер такой был у него учитель, который ему говорил, когда его обучал еще в Нью-Йоркской академии драматического искусства, он ему говорил, «Прекращай играть, будь человеком». И Косоветис это запомнил, это стало основой его эстетики и его актерской школы, а он создал актерскую эстетику, актерскую школу, и это была альтернативная системе Станиславского, которую преподавали в студии Ли Страсберга, в авторитетнейшей студии Ли Страсберга с филиалами по всей Америке. Значит, и он сформулировал эту альтернативу, я ее сейчас произнесу. Значит, он Деленгер ему говорил, «Прекращай играть, будь человеком», и он попросил своих студентов быть людьми на экране. Это были темнокожие студенты, это был 16-миллиметровый черно-белый фильм. Ну, что там происходит? Люди ходят в кафе и разговаривают. К сюжету, ну, условно говоря, вот очень хорошую вещь сделали соответствующую Касаветису. Они сделали в журнале «Сеанс» его режиссерскую фильмографию, и поскольку в эстетику Касаветиса сюжет, при том, что он был всегда и остался в его фильмах, не имел такого принципиального значения, при том, что, в общем, все продумывалось, конечно. Они, подыграв эстетики Касаветиса, здесь предлагают эту фильмографию, где вместо классического сюжета, то, что называется плот в английском, они буквально из одной из двух строчек ставят такую экспликацию. Что же там происходит? Вот для тени экспликация такая. «Сцена из жизни южных афроамериканцев. Джазмен Хью ищет работу. Его младший брат Бен слоняется с дружками по Манхэттену. Их сестра Лилия флиртует на вечеринках». Ну, условно говоря, такой жанр я для себя называю в честь одного фильма, который прям так и называется, конца 90-х годов, «Walking Talking», то есть «Гуляют-болтают». Вот этот жанр «Гуляют-болтают». «Гуляют-болтают», а при этом этот фильм очень важное место занимает в истории кино. Почему? Сам Касаветис потом его называл, что это вершина его режиссерского непрофессионализма. Как бы так. Но, тем не менее, известен он стал по этому фильму и привлек огромное внимание именно благодаря вот этой вот импровизаторской манере. Она его довела до абсурда. Фильм снимался долго, денег не было. Поскольку разрешение снимать в Анхэттене в Нью-Йоркской кинокомиссии он не получал, за это тоже надо платить. Он снимал как бы, ну, не скрытой камерой, но как бы тайно. Поэтому приходилось снимать реальных, живых, говорящих, импровизирующих актеров в кафе через стекла, там, через витрины, на расстоянии, чтобы не привлекать внимание. Соответственно, эстетика предполагает вот эту вот такую, во-первых, сфокусированность на лицах, да, у него была широкофокусная камера сразу была, которая предполагала очень большие возможности. Но, когда он снимал издалека, он должен был фокусироваться на лицах актеров, импровизирующих, или на каких-то общих планах, чтобы обозначить как-то пространство. Собственно, вот из чередования очень крупных и общих планов и состоит весь кинематограф Касоветиса. В общем, они говорят, он просил их импровизировать, ну, а что они говорили? Они говорили о том, о чем им, соответственно, их возрасту было говорить интересно, все эти импровизации были в контексте некой идеи про актеров, у которых нет работы, и про их подружек, и про их круг, и про Манхэттен, поколение Битнического, да. Собственно, он первый, кто визуализировал Битников, при том, что сам никогда не относился никаким тусовкам, направлениям, течениям, движениям, был абсолютно независимым, и в этом он отец независимости и независимого кино. Так вот, они говорили о своем, о насущном. И то есть, поскольку они не придумывали, это был реальный текст, он и задавал манеру актерской игры. Это не была игра, это была живая эмоция, то есть они говорили о том, что их волнует, значит, их волнует, значит, есть эмоции, и камера фиксировала реальную эмоцию. И это, собственно, и стало основой эстетики Кассоветиса, которую он потом выстроил как актерскую школу, у которой есть принципы и техника, и она альтернативна тому, что существовала до этого. И когда говорят, что «О, это режиссер импровизации, нет сценария, там все понеслась», это не совсем правильно, потому что, естественно, Кассоветис прошел трансформацию, если говорить о чистой импровизации, то она имела отношение, ну, может быть, к первым двум его фильмам, «Тени и лица», и никак, так впрямую, жестко, как полная от себятина, не имела отношения уже к последующим фильмам, хотя импровизации там было много, и импровизация – это один из авторских его элементов, она уже работала по-другому. Это была импровизация, отформатированная уже в некой технике, в индивидуальной технике, которую разработал Кассоветис. Про нее я расскажу. Значит, «Тени» был снят на деньги, которые он собрал. Он вышел в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, три с половиной зрителя, но поехал в Венецию, на венецианский фестиваль, и там получил приз критики, то есть приз Фипреси, Международной Федерации Критики. Это довольно престижный всегда приз, он этой Международной Федерации присуждается на каждом фестивале. О Кассоветеисе стали писать. Помимо этого он сделал показы в Нью-Йорке, и туда пришли всякие приятные люди. В частности, пришла тусовка Йонаса Мекаса. Йонас Мекас – это другой отец, значит, авторского, независимого, импровизационного, и отец американского андеграунда, который начал снимать еще в 1946 году, когда я из деревни из-под Вильнюса переместился в Нью-Йорк со своим братом Адольфусом. Значит, ну, чтобы вы понимали эстетику Мекаса, про которую я тоже буду рассказывать, ну, условно говоря, сначала это была камера Боликс заводная маленькая, потом это сейчас, ему уже за 90 он продолжает снимать, живет в Нью-Йорке, он там один из главных музеев кино, создал антологи-фильм-архив и на угол второй авеню и второй улицы. Прекрасное место. Ну, так вот, он снимает как? Ну, вот он взял камеру, Йонас Мекас и пошел. Вот кошка там куда-то полезла, кошку снимал там, потом капля какая-то по стене спускалась, каплю снимал, потом у него нос зачесался, он снимал нос, камера тряслась, потом с кем-то разговаривал. Так вот, он разговаривал с Энди Орхолом и все основные фильмы там, которые сохранились, как архив Энди Орхола отснял, или там разговаривал с Джоном Ленноном и все, что мы знаем из архивов Джона Леннона, как отдельные фигуры, или Джона Леннона и Йока вдвоем, это все снял Мекас. Вот как-то все. То есть жизнь была не разделена от его вот этого. И он никак не хотел менять свою эстетику, и она родилась тогда, и он посмотрел фильм Касаветиса в 58-м году и был воодушевлен, просто страшно, и сказал, что родилась новая звезда. А что случилось с Касаветисом? А Касаветис, значит, просил импровизировать. Отсняли очень много, 400 или 700 часов. Что-то такое безумное количество на эти 2,5 тысячи долларов. Благо 16 миллиметров тоненькая пленка недорого стоит. И потом он все это собирал, а монтажных листов и записей диалогов не было, и не импровизировали. Вдруг он понял, что то, что смонтировано, невозможно озвучить, потому что он просто не знает, что говорит, не слышно. Пришлось нанимать бригаду людей, которые читают по губам, делать озвучку, значит, ну, то есть что-то вот такое, настоящий независимый режиссер. И после Венеции, поскольку он знал, что это его провал, он видел это как катастрофу, он набрал еще каких-то денег там у друзей и знакомых, и взял и переснял фильм. То есть и так, там ушло довольно долго на съемки, там не один месяц, он полностью его переснял. И там уже вот эта фраза, что это импровизация, она уже почти не соответствует действительности, потому что там уже как-то все подверглось некому форматированию, хотя идея вся та же, это такая джазовая импровизация, и там джаз, саксофон, соло саксофона, за кадром, и он работал на этом озвучивании с этим накожим саксофонистом. И это не кино, а джаз. Весь этот джаз, вся эта суета, джаз по-английски это суета. Соответственно, вот такая вот история, но она родила режиссера. Режиссера, который четко понимал, что это вершина его непрофессионализма режиссерского. Соответственно, он собрал даже, по-моему, тысяч 40 долларов на второй версии, она вышла в прокат. Не так много, но это для независимого режиссера и гораздо больше, чем бюджет первого фильма, первой версии. Причем история с первой версии, она не сохранилась. Точнее, кто-то куда-то вез коробки. Это 60-минутный фильм, там 50 с чем-то именно. И в метро забыл, в Нью-Йоркском. Все, коробка пропала. Все, что собирает, попадает в такой коллектор. Из этого коллектора, ну, Америка такая загадочная страна, там долго хранить не могут. Соответственно, они эти коллекторы, если там после 50 лет не востребуют, распродают. И есть профессия таких скупщиков, которые скупают, условно говоря, черные комнаты, заполненные неизвестно чем, не востребованы. Потом разбираются и пытаются это продать. Такая форма старьевщиков. И вот к такому скупщику попала эта пленка. И Рэй Карни случайно в 2000 году только обнаружил первую версию этого фильма. Провел огромную работу по сличению двух версий. И в интернете, если вы поройте, вы найдете сайт, где есть подробный анализ сравнительной двух этих частей одного и того же фильма. Но здесь существует только первая версия. Вот, поскольку оцифрована только она. Поскольку родился режиссер, и режиссер знал, что он полное ничтожество, несмотря на приз критики, он решил снимать следующий фильм. И плюс начала рождаться эстетика. Вот в этой коммуникации со студентами, в коммуникации с камерой, а он сам хватался за камеру, бегал, снимал там и так далее. Авторское кино предполагает, что тело автора присутствует в каждом элементе. кино, как известно, дифференцированное искусство, там сценарий, там кто-то тележку толкает, кто-то свет держит. Вот он это все делал, он это начинал делать еще на начальном этапе своей карьеры. И он это делал, естественно, на своем фильме, не на одном, уж на тенях-то он делал все. Соответственно, поскольку рождалась эстетика, он захотел снять второй фильм, и родился первый тезис эстетики, который я сформулирую в сравнении с другими актерскими эстетиками и техниками. А то, что актер это главный элемент эстетики Косоветиса, это то, вокруг чего все крутится, это надо понять. То есть для него, для американского кино главное до сих пор, несмотря на существование нового Голливуда, создание новой волны независимого кино после возникновения санданса фестиваля Робертом Редфордом, все равно главная основа это сюжет. Сюжет, экзо- и эндоскелет американского кино. Для Косоветиса это сразу было не так. Косоветис, может быть, и не слышал слова Рене Клера, знаменитые, найди героя, что такое кино, найди героя и наблюдай за ним. Это и есть кино. Он, может быть, этого не слышал, но это был его принцип. Он сказал, что актер это тот единственный материал, с которым вы работаете. Сюжет, там все это поменяется. Сюжет, и в его фильмах он менялся. Осознанно, но менялся. Не просто от себя тина прошла, а посмотрели, пореагировали и изменили сюжет. Опять посмотрели и опять изменили. Значит, до этого известные техники актерского мастерства, ну, назовем их три, конечно, их больше, но самые такие глобальные, так называемая система. То, что персонаж «Моя жизнь в искусстве» Станиславского, Названов, который якобы вел дневник, на самом деле, это, видимо, альтер-эго Станиславского, но не видимо, очевидно, то, что Названов «Моя жизнь в искусстве» формулируют как система. То есть, система Станиславского. Система Станиславского предполагает сложную психотехнику, когда актер должен вжиться роль через механизм вспоминания некой сильной эмоции, которая, может быть, не связана, не точно такая же, но просто сильная, когда-то была реально с ним. Он должен эту технику вспомнить. Там есть методика, как он должен создавать и тесты, как он должен репетировать. И как только он эту эмоцию вспомнит, он может эту эмоцию совместить с той ролью, с которой он играет, и, надев на себя эту эмоцию, которую он реально чувствовал, он эту эмоцию может воплотить И это будет вживание в роль. Ну, немножко вот так, но как бы, значит, техника известная, работающая, и, значит, мы по ней живем, условно говоря. Но был там другой теоретик и практик, и театр, и кино, у Хичкока снимался, да, в Завороженном, например, Михаил Чехов, да, у него другая техника, тоже непростая, русские, не самые линейные люди, да. Она предполагала, что у актера, который играет некую роль, должен быть воображаемый какой-то оппонент, враг или там человек, который с ним в диалоге, и в этом диалоге, в конфликте внутреннем, должна родиться некая драматургия, которая предполагает подачу эмоциональную в той роли, которую он играет. Он сам как бы эту технику представлял, эту технику преподавал. Или там есть школа Брехта, остранение, когда актер как бы может и может вживаться, но вживаться ему приходится, условно говоря, в скафандре, он никогда не одет по моде времени, о котором он вообще может быть не одет там. То есть он полностью, зритель не должен чувствовать себя в том времени, в котором происходит все, он должен механически реагировать на драму и эмоциональную игру актера. Совсем что-то другое. И совсем третье, четвертое у Касоветиса. Он предполагал, что актер это главное, актер не должен ничего играть, но ведь актер, он же в неком пространстве драматургии действует, что же он может предложить? Он должен предложить эмоции, причем эмоции, которые он чувствует вот сейчас. Вот у актера болит живот, да? То есть у него эмоция боли живота, она должна отражаться. Да уже не важно, о чем сюжет фильма или пьесы, важно, что эта эмоция должна быть видна. И тогда она даст определенный обертон тому сюжету, который есть. Совершенно не важно, даже подходит это или нет. Эмоция настолько важнее, что как пленка на тело клеится, вот так на эмоцию клеится сюжет. И все. И из этого родился кинематограф, новый, совершенно неведомый. Соответственно, дальше это же надо было визуализировать. Недостаточно же просто вот эту технику актеру предложить. А как он предлагал ее, значит, ну, например, он давал некие наброски сценария, очень быстро написанные актеру, значит, который должен играть неуверенность, давал прямо перед съемками за 40 минут. То есть актер был неуверен. Другие актеры за неделю читали, там, что они должны делать, а этот получал вот сейчас. И он, играя неуверенность, он должен был ее чувствовать. Или он мог дать актрисе пощечину перед, реальную такую больную перед съемками в самый момент. И все, дальше все задавалось как бы у нее. Ну или жена актриса, вы понимаете какая, там в половине фильмов мы понимаем, что это были за отношения страшные. Значит, помимо того, что муж алкоголик. Значит, ну это надо было визуализировать, потому что он делал этюды, в театре ставил, там, неудачно. Иногда там были огромные бюджеты, у него был один раз бюджет 900 тысяч долларов на офф-бродвейский спектакль. И даже для офф-бродвейского спектакля это было очень много, да. И долго репетировали, там, 23 человека было задействовано. В итоге три представления было дано где-то в каких-то там, типа, в парке. Условно говоря, и все, и рассосался. То есть в театре у него не складывалось. При том, что многие сценарии его уже после его смерти были поставлены, как пьесы. И некоторые пьесы, которые он писал, были написаны для театра. А некоторые пьесы известные он переделывал под фильмы. И переделанные, известные там, пьесы Алина, которые стали его фильмом, премьера, Open Night, значит, был переделан Касаветисом под фильм. Там было много импровизации. А потом уже эта переделанная пьеса, которая стала фильмом Касаветиса, была как пьеса и ставилась в театрах. То есть это уже была не пьеса Алина. Ну вот, короче говоря, но визуализировать как-то надо было. И как это визуализировалось, можем так сказать, очень просто. Поскольку актер главный и техника импровизационная, не может быть нарисованной мелом пространства ограничительного, как принято в Голливуде, за пределы чего актер не может выйти. Границы нет. Соответственно, не может быть огромной камеры, которая ездит на колесиках. Соответственно, неизвестно, куда направлять свет. Потому что актер импровизирует, он за свои эмоции следит, а не за тем, что мелом не нарисовано. Поэтому камера должна за ним очень быстро перемещаться. Соответственно, это камера с телевиком, то есть широкофокусная и быстро переключаемая с дальней, ближней опцией, чтобы если актер резко куда-то ушел, можно было все равно за ним следить. То есть камера следит за актером. Больше нет никакого пространства, интерьеры там, все это уже не важно. За актером, а актер это эмоции. Поэтому новый фильм «Лица», который был сделан в 1969 году, почти четыре года снимался, тоже черно-белая картина, огромная, двухчасовая, а было отснято очень много тоже материала. Она вся вот такая. Она вся «Лица», не зря она так называется. Косоветис был сознательный режиссер, он понимал, как кристаллизуется его эстетика, он понимал, что «Лица» это тот материал, с которым он работает. И, опять же, сюжет вторичен. Сюжет, опять же, зачитаю, мне очень нравится, как они это сделали. Ну, вы понимаете, да, что я пропускаю некоторые фильмы, потому что я говорю только о значимых фильмах. Как только он прославился на... Почему он вдруг там спектакль за 900 тысяч мог снимать? Очень просто. Он прославился, неделя критики в Венеции, там что-то такой фильм немножко вышел в прокате, мало чего собрал. Ну, естественно, система студийная, она что предполагает? То, что она пылесос, она все талантливое засасывает, а потом форматирует. И она, естественно, засосала Косоветиса. Косоветис, как бы, назван был независимым режиссером до, но, перемонтировав фильм, он от себя оттолкнул многих, включая Йонаса Мекаса. Он посмотрел вторую версию, был возмущен, там, кричал, рвал на себя волосы, он сказал, верни, все взад. Потом, конечно, 20-30 лет спустя он смеялся и сказал, что, конечно, я требовал невозможного, но импульс Мекаса был понятен. И, как бы, вторя вот этому возмущению Мекаса, Голливуд засосал Косоветис, и он снял две картины в Голливуде на студии Paramount, на одной из крупнейших студий. Обе неудачные, обе провальные, и они не получились. Там продюсер был один из крупнейших голливудских режиссеров 50-х годов Стэнли Крамер, знаменитый. Там, не знаю, может быть, вы видели, в советском прокате был, а потом здесь, соответственно, этот безумный, 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 безумный мир фильм. Ну, вот там, значит, это Крамер. И в итоге получился фильм, он снял два фильма, один называется Too Late Blues, который по-русски неправильно называется, слишком поздний блюз, неправильное название, надо думать. И ребенок ждет. Две провальные картины, где никакого Косоветиса по факту нет. А, значит, он прославился. Но это ему не помогло, и он сразу плюнул на это дело и бросил. Он бросил. Он сначала боролся, кричал, топал ногами, пытался свою версию отстоять, потом понял, что он тратит огромное количество энергии, эмоций на чепуху, на пустоту. И продолжил независимое творчество, только поскольку он был известен, он теперь мог сниматься. Он снимается очень много, в 60-е годы самые знаменитые его актерские работы. Он снимался у крупнейших американских режиссеров, на тот момент наиболее модных, и у Мартина Рита, и у Брайана де Пальма «В ярости» с Кирком Дугласом, и у Джона Олдрича, тогда просто одним из самых главных звезд американского кино, в фильме «Грязная дюжина», и у Романа Полянски главную мужскую роль в «Ребенке Роза Мари» в 68-м году. И Полянский страшно возмущался, то есть он вместе с Мео Ферроу этот дуэт, когда у них рождается ребенок, а на самом деле это ребенок дьявола. Это экранизация Романа Топора, такого французского хоррор-мейкера, трансгрессивного и андеграундного. Так вот, он снимался в этих фильмах. Полянский, кстати, возмущался потом, что он сказал, что с ним невозможно работать, с косоветисом, потому что он ничего не может играть, кроме как себя. И это правда. Значит, при том, что косоветис играл главные роли и большие роли у себя в фильмах тоже. Он играл себя и свою эмоцию. Ну так вот, он там заработал денег и на эти деньги снимал кино. Он нашел, если Отто Премингер, про которого я рассказывал, ходил, к воротилам бизнеса, переговоры вел, все серьезное, у него такое форматное кино, большое, иногда очень большой бюджет, со звездами, но только снятая вне Голливуда. То есть он сделал Голливуд вне Голливуда. Вот настоящий отец независимого кино сделал независимое кино, но при этом не изменил формат, потому что ему надо было эти деньги отдавать. А косоветису не надо было эти деньги отдавать. Он их сам заработал уже, и он их вкладывал в кино. Он вкладывал их в кино и сделал лица полностью за свой счет, снят фильм в своей квартире, и сюжет звучит так. После долгих лет брака Ричард внезапно сообщает Марии, что хочет развестись, причем не молодые люди, среднего возраста, и уходит к встреченной накануне девушке. Но Мария тоже не лыком шито. Мария отправляется к подруге, где находит себе молодого любовника. Все происходит в один-два вечера. Значит, опять, что здесь главное? Сюжет, вы понимаете. Такой сюжет мы с вами сейчас насочиняем, значит, 10 штук. Парень встречает девушку, как называл это, Каракс. Он на вопрос, что такое кино, он говорил, идеальный сюжет. Парень встречает девушку. Ну вот, здесь парень расстается с девушкой. И, собственно, это стало главным сюжетом всех фильмов Косоветиса. И, естественно, в том числе пришло из его жизни, потому что он знал эту эмоцию, знал эти эмоции, знал огромный букет этих мощных эмоций и передавал их здесь. Ну, в общем, вот здесь он как раз актрисе дал пощечину. Марис Макэнди, чтобы она была в нужной кондиции эмоциональной. Весь фильм построен на крупных планах, весь фильм построен на расплывании этих крупных планов, потому что эти крупные планы всего лишь символ маска эмоций. И, навскидку, это самый сложный. И, навскидку, самый совершенный фильм Косоветиса. Это последний его черно-белый фильм. Он сразу после него из черно-белого кино вышел, поскольку ему неважно это было. Он хотел разговаривать с зрителем не на языке, так уж прямо на языке кино, где цвет тоже имеет значение, или черно-белость имеет значение. Нет, язык эмоций, он может быть и в цвете передаваться. Но, тем не менее, это самый сложный, самый изощренный, самый совершенный фильм Косоветис. Он был сразу номинирован на Оскар, на церемонию он не явился за ненадобностью. Он как бы не строен в эту систему, поэтому... Вот. И на этом фильме и даже раньше начала формироваться... Да, причем монтажных версий тоже было много. Вот эти два часа – это нечто выстраданное. И тогда начала формироваться такая команда, которая, значит, на кино... На языке киноисториков называется «Семья Косоветиса». «Семья Косоветиса» – это группа его сотворчества. Их очень тяжело разделить, кто они. Они все играли у него в фильмах, и всегда во всех фильмах. Они вместе с ним работали над сценарием, импровизировали этот сценарий на площадке съемочной. Они вместе с ним изучали... Он был преподавателем, а не ученики, но техника рождалась в диалоге. Актерское искусство. Кто туда входит? Все те актеры, которые потом у него снимались, сыграли у него главные роли. Прежде всего, сам он, Джон Косоветис, он актер и играл в своих фильмах до последнего. Кто еще? Роулинс, его жена. Значит, Бен Газара, актер, недавно ушедший. Питер Фальк, знаменитый из Коломбо. Это был главный... Собственно, он прославился именно там, в фильмах Косоветиса, и все свои важнейшие роли, фантастические. Потом вы его, наверное, видели в «Небо над Берлином» Вендерсон играл бывшего «Ангела». Актер со стеклянным глазом, значит, так же, как и Фридс Ланг. Кто еще? Сеймур. Сеймур. Актер, московец, актер. Ну, еще, это десяток человек. Значит, и то, что вот именно эти люди играют главные роли, не сразу было. Сначала были другие актеры. Вот первые два фильма в трех версиях. Другие актеры в Голливуде были совсем другие, никак не связанные с его командой. Здесь появляется уже команда, и первый такой вот именно командный фильм, фантастический, необычный фильм, поверьте мне, цветной, называется «Мужья». 71-й год. Собственно, Косоветис, Бен Газарра, Питер Фальк, все в кадре. Сюжет практически, опять же, отсутствует. То есть, здесь он звучит так. Гарри, Арчи и Газ после похорон друга, а это был четвертый их друг, душа компании, уходят в загул. Через пару суток они вылетают из Нью-Йорка в Лондон. Значит, ну, если чуть-чуть расширить. То есть, преуспевающие четыре представителя среднего класса, среднего возраста за 40, теряют лучшего друга, начинают страшно квасить на его похоронах. И чтобы как-то сжиться с этим опытом потери друга, и задумываясь, естественно, о собственной смерти, и чтобы не выносить свое горе, в том числе, в семью, вот они вместе как-то проводят двое суток, и даже чтобы как-то выйти за пределы этого пространства смерти, вот летят потом в Лондон, и еще там пытаются догнаться, то, что называется. Все, весь сюжет. Сюжет менялся постоянно. То есть, основа постановки была построена на том, что вот эти все четыре друга, реальные, Бен Газара, Питер Фальк, Джон Касаветти, пытались на съемочной площадке придумать и показать эмоционально, а как бы они действовали в этой ситуации. Вот, собственно, все. Практически актерский тест, который превратился в фильм, причем там монтировалось несколько лет, эта вся история, и доходило до того, что никто не видел тех же монтажных версий, которые видели другие. То есть, Сеймор потом рассказывал, что он видел какую-то четырехчасовую версию, которую никто не видел, и так далее. Ну, в общем, вот такой фильм, тем не менее, окончательная версия, которая вышла в прокат и тоже ничего не собрала. Фильмы Касаветти собирали мало денег, это было сложное кино по эстетике. Он вот очень построен на импровизации, то есть, поскольку все эти три актера, конечно, алкаши, как бы они все пьют в кадре, и они импровизируют, и там они поют, и там вообще много всего, и там есть конфликты на съемочной площадке с людьми, которые попали в кадр, а многие попали в кадр случайно, потому что, во-первых, алкоголь действует, во-вторых, из этого может что-то родиться, и иногда подсевший за столик человек случайно в кадре, случайно в кадре, не обязательно случайный человек с улицы, может быть, человек из продуманной массовки, он менял сюжет весь того, что происходило потом в фильме. Вот такая история. И, собственно говоря, там Касоветис во всем блеске своем актерском, то есть, как мы знаем, играть он не может, и играет себя, то есть, себя пьющего Касоветиса за 40. И это очень хорошо. Это куча энергии, потому что кино, конечно, это про энергию, это про визуальность, то есть, про некую психоделию и про энергию. А авторское кино – это нечто про энергию и про психоделию вместе, да где еще очень много автора, отовсюду автор выскакивает, и мы знаем, что это вот его энергия. Вот в данном случае энергия трех товарищей, но прежде всего, конечно, Касоветиса. Потом выходит фильм небольшой, ну, в сравнении с тем, что делал Касоветис до и после, более камерный, он называется «Мини-московец». Это такая классическая мелодрама, кто любит вот этот жанр про двоих, парень встречает девушку, ну, здесь тоже парень 50, так сказать, такой бодрячок. Значит, ну, вот это вот один из… всегда есть такой жанр в американском кино, когда мужским и женским именем названо, там есть прекрасный фильм, дуэт очень маленького, еще одного маленького, про почти карлика, актера Аль Пачино, и называется «Фрэнки Джонни». Ну, вот это такой же, «Мини-московец». Сюжет так звучит здесь. Разочарованный в любви Мини Мур, ее играет Ролинс, супруга, значит, Касоветиса, знакомится с работником парковки Сеймером, московицем. Сеймер влюбляется в Мини. Все. Значит, если вы думаете, это так просто, значит, вот он ее увидел там где-то в баре и, так сказать, сразу понеслась. Нет, она долго там не могла найти в себе сил вообще, на какие-то отношения, и они преодолевали друг друга, и это был конфликт эмоций, и фильм весь построен вокруг этого, а не вокруг слюней мелодраматических, как вот, наконец, они встретились, так сказать. Мы только ждали вот этого фильма, чтобы они в нем встретились. Нет, ничего такого нет. У него всегда все фильмы про отношения, про битву отношений, про битву полов. Он в этом плане абсолютный такой Август Стринберг американского кино. И следующий фильм это доказал в огромной степени. Самое идиотское название, которое только можно придумать на русском языке, этот фильм вошел в историю значит, по-русски, как женщина под влиянием. Что это значит, я до сих пор не знаю. По-английски это woman under influence. Ну, то есть, женщина не в себе, условно говоря. То есть, что-то выпила там или приняла, другое, это имеется в виду. И сюжет абсолютно такой же. Еще короче звучит. Вот они молодцы, это прекрасно сделали. Мэйбл ведет себя странно. Любящий муж решает сдать ее в психиатрическую клинику. Ну, такой сюжет. При том, что это семья, у них трое детей, они давно живут вместе. Мы их видим сначала из окна соседней манхэттенской квартиры и не очень понимаем, что происходит. Приходят какие-то друзья по работе, он такой работяга там, какой-то. И начинается некий конфликт мужа и жены, потому что она действительно странно себя живет. То есть, странно себя ведет, может как-то запеть, и действительно потом приходит, и потом все устаканивается. И весь этот фильм о любви, о том, что такое любовь, как это сложно, как этот весь букет взаимоотношений и чувств работает. И естественно, вот этот вот конфликт выделяет огромное количество энергии. Соответственно, две номинации уже на «Оскар» косовете соцрежиссуру супруги за актерское мастерство. И, собственно, это ее... Ну, она вообще просто потрясающая актриса, но это одно из ее высших достижений. Потому что она... Ну, это тот вариант, когда вы можете смотреть, при том, что там очень хорошие диалоги, наимпровизированные, потому что в том числе эта команда Фальк играл не косоветис, а Фальк играл мужа. Но косоветис, у которого было именно три ребенка, кстати, все они знаменитости американские, снимают кино, являются известными режиссерами-актерами. Младшая дочь Зоя сейчас, у нее прекрасный эпизод актерский в одной из новелл последнего фильма «Братьев Коэнов». Посмотрите, вестерн они такой сняли из новелл состоящий. Вот она там просто замечательная. У нее такой очень большой греческий нос, как положено. Так вот, он снимал о том, что он знает, отношения были сложные, и эти отношения были перенесены на экран, как художественный фильм. Две номинации на «Оскар». В принципе, всего, видите, у него три номинации суммарно. Вот «Лица», одна номинация, и здесь две. Но зато фильм едет в Берлин, в конкурс, и актриса получает и там тоже награду. То есть, европейское признание. И вообще, постфакту, в критике считается, что, естественно, европейская новая волна, она как бы в Америке немножко запоздала. И, конечно, что-то такое видел Касоветис. И, конечно, он под влиянием новой волны, и он и есть эта новая волна на американском континенте. То есть, вот так все смешалось. И, тем не менее, уже начался диалог, начиная с первого же фильма, который попал в Венецию, и вот уже «Женщина» под влиянием, значит, которая попала в Берлин и получила награду. то есть диалог авторского кино европейского как единства и авторского кино Касоветиса как нечто уникального, абсолютно, он до сих пор остается абсолютно уникальным. Не зря я начал с того, что я считаю, что это, собственно, главный режиссер, который дал американский кинематограф как нечто совершенно фантастическое, необычное. И он снимает еще несколько картин, из которых две принципиально, а, естественно, вы понимаете, что вот такую эмоцию выдавать вживую и добиваться ее от своей команды и передавать ее как концепцию режиссерскую на экран стоит большого количества сил, плюс это все-таки голливудская звезда, он уже переехал в Голливуд, хотя построил свой дом таким образом, что он прямо напротив Голливуда, находится в Эствуд, это прямо соседний район, но напротив. И похоронен он в Эствуде, и на его могиле, поскольку он независимый режиссер, который собирал сам деньги на свои фильмы, лежат монетки. У Бродского лежат там для вдохновения на могиле в Венеции камни по еврейской традиции и ручки, и стихи, чтобы вдохновение получить, зарядиться вдохновением. У Касаветиса лежат монетки, чтобы как бы его кинематограф продолжался. Это очень простая могила, ну, как все американские, плоская, никакого памятника, и написано. Джон Касаветис. Он не дожил до 60 лет, умер, поскольку был алкоголик. Вот, цирроза печени есть страшная. Вот у Карни здесь в книге фотография, где он перед смертью лежит в больничной палате, и все к нему пришли, и они там стоят, и еще его фотографируют, и все это очень невесело. Вот. Тем не менее, он снимал до последнего, и две картины принципиальные, одна называется Open Night, или по-русски она премьера, и сюжет звучит так. Став свидетелем гибели поклонницы, актриса Миртл Гордон впадает в депрессию, ее состояние ставит под угрозу премьеру готовящегося спектакля. Играет, естественно, супруга главной роли, и сам Касаветис, ее партнера по сцене. О чем фильм о многом, включая о природе театра, поскольку это тот фильм, где у Касаветиса совмещается на экране кино и его эстетика авторская, и театр, поскольку сюжет привязан к театральной премьере. Но при этом, конечно, это фильм о старении и смерти, во всех ее обертонах, и об эмоциях, которые человек испытывает на эту тему, и удивительным образом о способах, каким он может от этого уйти. Ну, не спастись, но уйти от этих. Ну, то есть, не столько даже уйти, а сколько победить эти эмоции. Понимаете? Ну, если рассказывать на бытовом языке, что происходит, актриса, стареющая, не тянет, а должна в очередной раз выполнить звездный долг и сыграть премьеру, где она в главной роли. И она играет стареющую актрису, такая драма. И она квасит тоже, она квасит. и еще главная ее поклонница, которая в ее группе, с которой много лет за ней ходила, все осмотрела, любила ее спектакль, прямо на ее глазах погибает под машиной, взяв автограф в очередной раз у нее. Это, естественно, влияет на ее психику, и она начинает на репетициях разрушаться, забывать текст, напиваться, выпадать со сцены в буквальном смысле, и понятно, что премьера не получится. Но премьера должна быть. А актер ее партнер, который играет Касоветис, ее бывший любовник, он тоже ее больше не любит и не хочет. И она пытается как-то оживиться, как актриса, воскресив с ним какие-то отношения, он не дает ей такой возможности. И они делают эту премьеру, и она нетрезва, и она забывает текст. И это шикарная премьера, зрители как бы понимают, насколько это глубоко, а по Касоветису не нужны аплодисменты, и не после фильма, и не после спектакля, нужна гробовая тишина. Это его принцип. Он говорил, что я всегда боролся с этим проклятым словом ясность. Я всегда боролся с ясностью. Вот ясность, она, когда она примитивная, она вызывает простую такую реакцию, как на кнопку нажали, знаете, в телевизионном шоу там нажал на кнопку, и массовка, значит, хлопает или смеется, в зависимости от того, какая иконка возникла. А сложная эмоция, ну, то есть та ясность примитивная, с которой боролся Касоветис, она тоже дает эффект для зрителей. Но поскольку это такая многостратовая, многослойная ясность, ее сразу вот так, какой-то определенной реакции не поддержать, то гробовая тишина это как раз та эмоция, которую он хотел получить от зрителей, условно говоря, в фильме мы получаем эту эмоцию. Ну и потом, вот фильм, который сюда в эту коробку не вошел, к сожалению, но который просто самый сумасшедший, по-моему, фильм его, то есть самый сложный и совершенный это «Лица», очень интересный фильм «Оупен Найт» или «Премьера», но вот этот просто сумасшедший фильм «Потоки любви» он называется. Это его последний фильм. Я сказал, что... Нет, еще у него один был тоже не очень удачный фильм потом, в 89-м году, уже практически предсмертный. Но так вот, «Оупен Найт» сюжет тоже я даже не буду вам зачитывать, скажу. К брату его играет Джон Касаветис, приезжает его сестра, ее играет жена Джона Касаветиса. Она только что развелась, то есть потеряла семью, у нее большая семья, дети. А он писатель. Он никогда не знал реальных эмоций, он все их придумывал. А она, наоборот, испытывала все... Ну, в общем, и они друг с другом не могут, ей сносят голову, она приводит в дом пони, двух козу и так далее. И Касаветис, который играет ее брата, такого инфантильного писателя, его тоже как-то как реакция сносит, он пытается приспособиться. Там есть фантастические кадры, где он в какой-то женской шляпе и в женском платье ведет этих двух пони. Это чистый сюрреализм, потрясающая картина. Вот. Ничего подобного в очень богатом, в очень многозначном, в очень разнообразном американском кинематографе, при том, что там есть все, да, как на восточном базаре есть все. Как на греческом базаре есть все. Так вот, но ничего подобного Касаветису в американском кинематографе нету, и я вам очень рекомендую смотреть его фильмы, это непросто, но смотреть их надо тоже умея, потому что воспринимать надо не мозгом его фильмы, хотя туда вложена концепция всегда, в том числе концепция вот этой шахматной раскладки, борьбы этих эмоций, смотреть надо тоже эмоций, и возможно надо выпить перед фильмом, режиссер был не трезв все время, соответственно, теперь подведу итог, что такое авторское кино, вот мы говорили про автора, я сказал, что один элемент был неотменим от его юности, не в фрейдистском смысле, а просто практически он не говорил по-английски сначала, то есть это был не его родной язык, рост, не складывалась карьера ощущением себя аутсайдером, оригиналом, которая вписывалась в эту атмосферу, общую битническую атмосферу нью-йоркскую 50-х годов, при том, что я говорю, это не битник. И своя техника актерская, которую он разработал, вокруг которой построена ее визуализация за счет быстрого перехода от крупного на общий план, мимика актеров, а вы знаете, человеческий мозг в эволюции сложился таким образом, и это очень неплохо исследовано, и даже есть на эту тему изданная по-русски прекрасная книга Нобелевского лауреата австрийского происхождения, такого американца, который получил Нобелевскую премию за изучение механизма памяти, он на улитках изучал память, Эрик Кандель. Вот у него есть несколько книг, изданных на русском, одна книга, она посвящена живописи, и он рассказывает, как мозг взаимодействует с живописью, в частности, как он взаимодействует с портретной живописью или с руками, которые появляются в кадре и с лицами, и как выясняются руки и лица, это то, что когда человеческий глаз их видит, за анализ той накопившейся в эволюции генетической информации обо всем, что знает история человечества о лицах и руках, а ведь через руки, даже когда еще не было речи через лица, очень многое можно узнать, человеческий мозг, там есть особые зоны, которые отвечают за, не за распознавание лиц, это грубая возможность, которая есть в мозге, она в другой зоне группируется, но анализ лиц и реакция на них, поскольку это сложилось в эволюции слоями, дает очень большой аффективный эффект, и это не какая-то однозначная эмоция, да, на улыбку мы улыбаемся, нет, а что-то более сложное, то есть мы замираем, распознавая лицо, у нас есть некая память генетическая, которая нам дает ту самую паузу тишины, когда мы должны проанализировать, потому что там есть этот механизм анализации, есть вещи, на которые мы не реагируем, вот на штативы телевизионные мы не реагируем, они не вызывают у нас никакой эмоции, а человеческие лица вызывают, и мозг реагирует, и там нужна пауза именно, чтобы очень сложный механизм анализа вот этих эмоций, которые мы считываем с лица встречного незнакомца или знакомца, мы его поняли. Так к чему я это говорю? К тому, что косоветец, не зная этого всего, Эрик Кандель тогда не написал еще свои диссертации и Нобелевский премий еще не получил, он нашел, нащупал той техникой своей авторской тот визуальный элемент лица, который у него является названием одного из главных его фильмов. Так вот, что же он передает через эти эмоции? Не ради же того, чтобы просто клубок эмоций, ну, значит, так в мексиканских тогда мыльных драмах полно эмоций там все, я твой отец, а я твой мать, там, и куча эмоций, значит. Не виделись последние 70 лет, представляете, первый раз встретились как бы. Конечно, куча эмоций, да, но это немножко другое, не то, что хотел косоветец. Естественно, он нас отсылал без всякого примитива ясности к каким-то большим смыслам, и поскольку я не люблю тот метод критики, который предполагает интерпретационно-описательную методу, да, когда мы рассказываем, что... То есть интерпретируем сюжет, нанизывая вот эту интерпретацию на то, что мы видим в кадре как драматургию последовательную, да, чаще линейную. Это ужасно, потому что, конечно, надо описывать аналитически, имея в виду технику, того фактурную технику, с которой работает режиссер, так же, как это делают искусствоведы, изучая технику кистевой живописи. Так вот, для чего я это говорю? Для того, чтобы объяснить, что такое авторское кино. В моем понимании авторское кино — это возможность режиссера через выработанный им индивидуальный киноязык, пускай сначала это был язык театральный, потом он стал визуализироваться киноязык, выразить свою картину мира, а в случае с Касаветисом передать с экрана еще некую энергию, которая к этой картине мира, в случае Касаветиса, к его авторскому иероглифу привязана. Вот. Ну, собственно, все. Вопросы, предложения, замечания, уточнения, комментарии. Лучше паузу, чтобы подумать, да? Ну вот. Нет, я... Чтобы не было визуального ряда хотя бы. Ну, дорогие друзья, или надо кино смотреть, или про кино разговаривать. Потому что визуальный ряд — это можно, когда, чтобы мы все здорово посмеялись, вот кусочек этого мексиканского сериала про «Я твой отец». Я показываю, а потом мы «Ха-ха-ха» говорим. Кинематограф — цельный кусок. Он... Фильм требует просмотра. Нельзя прерываться, нельзя в туалет пойти там, понимаете? И это хорошо демонстрирует нам зал. Раньше вот эти залы, дворцы, которые были, они предполагали длинный-длинный-длинный-длинный ряд, и вообще не предполагалось в туалет выйти. Понимаете? А чтобы вы понимали, вот здесь, в России, вот здесь недалеко, был первый спектакль русского театра для Алексея Михайловича. Разыгрывался отца Петра Первого. Алексей Михайлович тишайший, и в специальной клеточке кабинки сидела мама Петра Первого, Наталья Кирилловна, потому что нельзя было женщинам присутствовать на массовых сборщах. Так вот, замужним. И показывали первый спектакль. Так вот, он шел 9 часов, и они там не уходили, да, потому что, как бы, эмоциональная драматургия, она цельная. У меня мой профессор в Авгике Валерий Николаевич Турицын, который благополучно там продолжает преподавать историю зарубежного кино, он очень не любил, когда говорят во время показов, а вы понимаете, на первом курсе начинается все по хронологии исторической, немое кино, никакого топера в Авгике не сидит, мы слышим только, как щелкает кинопроектор, и как механики обсуждают жизнь и матеряться, и, соответственно, контакт с механиками очень плотный. И вы засыпаете, конечно. А чтобы не засыпать, люди стараются там пошептаться, там сказать, ну что, смотри, смотри, как он дергает. Ну, что-то такое делать. И Турицын всегда говорил, нельзя, нельзя, не говорите, тише, он не понимал, что люди просто пытаются не заснуть. Но один раз он сам шептался на первом ряду в музее кино, сидя, значит, с кем-то там, с другим таким киноведом. А в музее кино там был загадочный такой человек, я называю Шиза Киноман по фамилии Чорба, он, причем не просто Киноман, он был актер, которому удалось в какой-то момент сыграть в неком сериале немецким никого-нибудь, а Райнера Вернера Фассбиндера. И, видимо, эмоциональный фон вокруг этих съемок изменил представление этого человека о себе, и он почему-то чувствовал себя таким вот добрым или злым демоном каждого кинозала, где он смотрел в кино. И когда кто-то чуть-чуть хотел вытереть что-то под носом, там, платочком, он подходил в темноте, и там что-то такое, каким-то отрицательным шепотом ему говорил, что человек исчезал просто из зала. И я много раз это видел, это была немая картина, я всегда сзади сидел. И он подошел к моему профессору Турицыну и сказал гениальные слова. Я к тому расскажу просто, как смотреть кино. Он сказал, вы прокалываете... Да, он ему что-то сказал, и тот вдруг заткнулся, и потом страшно переживал. И потом я подошел и сказал, Валерий Николаевич, что вам Чорба сказал? Он сказал мне, он сказал гениальные слова, он сказал, вы прокалываете герметичность звука. Вот, нельзя прокалывать герметичность звука, надо смотреть кино неотрывно, поэтому показывать фрагменты я, честно, не люблю. Это можно со всем студентам, которые учатся, но в целях вот эмоциональной лекции, а я работаю, я говорю, в стиле косоветиса, я могу подсматривать. Я многое вам не сказал, забыл, там потерял или отметил и не посмотрел. Именно потому, что мне важно передать эмоцию вокруг этого. Поэтому у меня никак не получается. Вот все шоу-программы, которые я могу вам предоставить. Ну вот еще пару книжек. Так есть еще вопросы какие-нибудь? Спасибо за внимание. Не за что. Читайте книжки. Читайте по-английски Рея Карни с картинками. С картинками, реально, картинки есть. Продолжение следует... Продолжение следует...